Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И мы, так как мы большая, крупная, уважающая себя компания, всегда готовы к тому, что один из этих дата-центров может отвалиться. Может быть, там трактор переедет, провода, а может быть, мы выкатим релиз плохой, нам придется этот дата-центр закрыть. И поэтому, если вы посчитаете, получается, нам надо жить на двух дата-центрах и в каждом дата-центре держать 50% от пикового трафика. Мы регулярно проверяли, что мы выдерживаем этот трафик, проводили учения, меняли веса на балансере и делали так, что в нагружаемый дата-центр приходило 50% от нашего пикового трафика, наш таргет. Проверяли, что это так, и переходили к следующему дата-центру. Если, конечно, это было не так, то мы оперативно чинили и масштабировались. Но в какой-то момент все изменилось. Один из наших трех дата-центров, он был не в России, и он был в финском городе Мянцяля. Скорее всего, я неправильно это произношу. И, к сожалению, у нас появились риски того, что нам отключат электроэнергию. Поэтому нам теперь надо было готовиться к тому, что мы живем всего лишь на двух дата-центрах. А два дата-центра по сравнению с тремя значит, что нам надо выдерживать весь трафик на одном дата-центре, то есть 100% всего пикового трафика или в два раза больше, чем столько, сколько мы держали раньше. При этом мы никак не могли просто взять и долить железо, потому что просто у нас 2x железа не было, к сожалению, или к счастью. Зато у нас появилась такая замечательная задачка. И что же мы сделали? Мы начали, во-первых, грузить до отказа, то есть проводили все те же самые учения, но теперь мы не останавливались на нашем таргете, предыдущем 50%, а доливали до того момента, когда наш дата-центр просто разломается, и мы там начнем немножечко не отвечать пользователям. Мы, конечно же, сразу же в этот момент убирали трафик обратно, потому что мы очень ценим наших пользователей и не хотим не отвечать им. Но таким образом мы проверяли, что сколько трафика мы держим в каждом дата-центре, и за счет этого мы находили, какое из сервисов, какое место сломалось, и сразу же очень оперативно его чинили. Также мы, конечно же, дошли до всех команд, рассказали им, какая у нас важная цель, промасштабирование, попросили их всех еще до того, как они сломаются, пойти и отмасштабировать, оптимизировать свои сервисы. Также мы сделали деградацию, которая называется скручивание топ-франжирования. Деградация в данном контексте значит, что мы немного меняем наши алгоритмы, таким образом, чтобы чуть-чуть уменьшилось качество, но при этом мы выдержали значительно больший РПС. Сейчас я вам про это расскажу поподробнее. Итак, вы видите, как очень упрощенную версию того, как работает наше ранжирование слева. По сути, когда приходит запрос, сначала на самой нижней стадии мы используем какие-то очень легковесные алгоритмы, в пересчете на один документ и ранжируем огромное количество документов. Потом мы сортируем их по релевантности, по тому, что наранжировали наши алгоритмы и выбираем топ-н, отправляем их на стадию выше, после чего повторяем то же самое, но уже с чуть-чуть более тяжелыми алгоритмами, выбираем какой-то топ-к, отправляем на стадию выше, на более тяжелые алгоритмы и так далее. В итоге какое-то количество документов доходит до самой последней стадии, на которой уже самые наши тяжелые алгоритмы, катбусты, трансформеры, ранжируют их и в итоге отдают пользователю его топ-10 выдачи, которую вы все, я очень надеюсь, видели. Что же мы сделали? Мы придумали такую очень простую идею, почему бы нам эти топы, количество документов, которые мы ранжируем на каждой стадии, не уменьшить. То есть вот в данном примере мы там с самой нижней стадией ранжируем 10 миллионов документов, это не настоящая цифра, я взял ее из головы, ну а теперь будем ранжировать 5000. Но мы, конечно же, не хотим просто захардкодить эти цифры и дальше с ними жить, потому что все меняется, мы, допустим, какую-то стадию ускорим, и, соответственно, она сможет выдерживать гораздо большие топы. Или наоборот замедлим, тогда топы придется уменьшать, это слишком много работы, нам этого не хочется делать, поэтому мы сделали все наши алгоритмы адаптивные. Ну и за счет этого мы также имеем возможность в зависимости от текущей нагрузки, какое сейчас время, там днем у нас больше нагрузки, ночью у нас меньше нагрузки, когда мы теряем один дата-центр во время учения и у нас еще больше нагрузки, мы можем размеры топов адаптивно менять. И что мы и делаем. То есть в обычное время пользователь видит самую лучшую выдачу с самым лучшим качеством, а когда мы проводим учения, качество немножечко уменьшается. Это мы сделали за счет того, что каждый слой, он следит за тем, насколько он нагружен и отправляет верхнему слою информацию о своей загруженности, после чего верхний слой решает, какой размер топов должен быть у каждого из нижних слоев. И следующим запросом передает в нижние слои информацию о том, какого размера слои должны быть на них. Также мы значительно изменили то, как проводятся наши учения. Раньше, как я уже рассказывал, мы меняли веса на балансере и какой-то процент трафика постепенно переносили из одного дата-центра в другой. Но у такого способа есть несколько проблем. Первая проблема – это то, что пользователи в таком случае могут получить неответ. То есть, by design, когда мы проводим учения, мы догружаем дата-центр до такого состояния, что пользователи начинают получать неответ, и сразу же уменьшаем процент трафика, чтобы никто не пострадал. И из этого вытекает сразу же вторая проблема. Она заключается в том, что мы не можем очень долго держать дата-центр в поломанном состоянии, что нам на самом деле хочется сделать, потому что мы можем посмотреть на логи, мы можем посмотреть на графики, снять перф, мы можем покрутить какие-то параметры и посмотреть, что будет. Но, к сожалению, мы этого не можем сделать, потому что мы очень дорожим нашими пользователями. И поэтому мы переделали учения, и теперь трафик мы не увеличиваем в том DC, в котором мы сейчас нагружаем, а полностью вводим пользовательский трафик из этого дата-центра. А потом на балансере оставшегося дата-центра мы копируем запросы из оставшегося дата-центра в нагружаемый, и таким образом, точнее, оставшихся двух дата-центров, пока что мы еще живем на трех дата-центрах, и из оставшихся двух дата-центров мы копируем трафик в нагружаемый дата-центр, и в этом случае уже пользователи не страдают. Как только в этом дата-центре появляются не ответы, они происходят не настоящим живым людям, а просто какому-то выдуманному нами трафику, который при этом совпадает с настоящим. И таким образом мы можем грузить до отказа и долго держать дата-центр в поломанном состоянии, после чего мы можем там, как я уже говорил, снять перв, например. Но остается единственный минус у такой схемы, что нельзя дата-центр нагрузить больше, чем на 100% трафика, потому что у нас в огромном количестве слоев есть кэш, и, соответственно, если вы начнете не просто слать запросы из другого дата-центра, а еще и копировать их, то они попадут в кэш, это будет уже нечестное учение. Но мы эту проблему тоже решили, мы просто взяли наши логи за предыдущие дни, и запросами из логов мы донагрузили нагружаемый дата-центр, и таким образом мы, по сути, можем на учениях получать абсолютно любой РПС, какой захотим. Итого, за счет вот этих вещей, про которые я рассказал, и еще большого количества других оптимизаций, более маленьких, мы смогли удвоить пропускную способность наших дата-центров, то есть теперь каждый дата-центр держит 100% трафика, и мы полностью отказались от дата-центра в Финляндии, то есть теперь мы полноценно живем на двух ДЦ, мы учимся зеркалированием и синтетикой, оптимизировали кучу сервисов и внедрили крутые методы деградации. Но после этого возникла вторая проблема, кто-то бы сказал, что это не проблема, но трафик на нас растет постоянно, это происходит во-первых из-за того, что пользователи начинают чаще пользоваться Яндексом по сравнению с другими поисковиками, то есть рост доли, во-вторых, пользователи делают больше запросов, ну а в-третьих появилось ряд сервисов и они постоянно растут, это Алиса и SearchGPT, которые, когда в них пользователи приходят с запросами, они генерируют запросы в поиск, ну наверное SearchGPT это очевидно, а Алисой многие тут, надеюсь, пользователи пользовались и ну вы понимаете, что вы там что-то у Алисы спрашиваете и она не знает это просто с головы, она делает запрос в поиск. Итак, наш новый таргет это 150% трафика в каждом дата-центре, мы верим, что трафик вырастет в полтора раза, соответственно, нам нужно будет его выдержать, то есть теперь новый наш основной таргет это 150% от текущего трафика, но мы также верим, что наши сервисы должны не только выдерживать текущую нагрузку, но и быть готовыми к тому, что на нас придет еще больше нагрузки, просто на всякий случай быть к этому готовыми, и поэтому мы поставили себе еще и второй таргет, выдержать 200%, то есть если, например, трафика станет не в полтора раза больше, а в два раза больше, и одновременно с этим мы потеряем один дата-центр, то мы хотим к такому быть готовыми, и поэтому у нас есть вторая цель про 200%, но 200% мы, конечно, хотим держать не на самом нашем максимальном качестве, это было бы слишком дорого, мы хотим просто как-то отвечать пользователям, решать проблему пользователей, но при этом при этом выдача поиска будет визуально отличаться от обычной, а вот при 150% мы хотим очень хорошую выдачу, такую, что человек в принципе не отличит какая выдача в обычное время, какая выдача под нагрузкой, и разница в 150% она только видна на АБ-эксперименте, а обычный человек ее даже не заметит. Итак, как мы этого достигли? Мы продолжили учение, теперь мы просто нагружаем еще больше, мы улучшили наш тулинг, сделали еще больше улучшения производительности и еще больше методов деградации. Сейчас я вам про них расскажу. Вот тут на экране вы видите наш сервис, мы называем его перфоратор, суть его на самом деле очень простая, что перфоратор, он раз в несколько минут обходит все продовые сервисы и снимает с них перф. Надеюсь, все в курсе, что такое перф. Если кто писал на C++, то точно знают. А потом вот в такой UI, которую вы видите на экране, вы можете выбрать свой сервис, выбрать конкретное время, когда был снят перф, и посмотреть на флеймграф, и что важно, это тот самый флеймграф, который был в проде. Это очень важно, возможно, кто-то не знает, но когда вы просто у себя на дифтачке поднимаете сервис и как-то его нагружаете случайными запросами, то флеймграф может очень сильно отличаться от того, как он выглядит в проде под продовой нагрузкой, и, например, благодаря перфоратору мы нашли в одном из наших сервисов спинлок, который было совершенно не видно никогда, кроме того момента, когда сервис уже полностью разваливался. Еще несколько крутых оптимизаций. Это оптимизация балансировки. Тут я расскажу поподробнее. Во-первых, тайм-ауты. Мы в какой-то момент заметили, что под нагрузкой наш сервис в какой-то момент начинало приходить гораздо больше запросов, чем мы посылаем. То есть условно мы шлем x, в него идет x, потом мы 2x, в него идет 2x, мы шлем 3x, а в него прилетает 5x запросов почему-то. И после недолгого дебага мы поняли, что дело в том, что под нагрузкой сервис замедляется. Это, кстати, правда, скорее всего, для большинства сервисов, и вы в себе тоже сможете внедрить такие вот оптимизации. Так вот, под нагрузкой сервис замедляется. Чем больше нагрузки, тем медленнее он отвечает. И в какой-то момент сервис начинал отвечать настолько долго, что уже не укладывался в свой тайм-аут. Из-за чего приходил перезапрос, соответственно, нагрузка увеличивалась, сервис начинал отвечать еще медленнее, и приходило в него еще больше запросов. Таким образом, он просто разваливался. Решили мы, конечно же, эту проблему очень просто. Мы тайм-ауты подняли, после чего все сервисы обошли, которые у нас есть в поиске, проверили, что у них тоже адекватные тайм-ауты, что они соответствуют тому времени, за какое сервис отвечает на учениях, и что в тайм-ауты мы не упираемся. Вот. Вторая крутая оптимизация балансировки это адаптивные хеджет-запросы. Тут расскажу поподробнее, возможно, кто-то не знает, что такое хеджет-запросы. Их придумали не в Яндексе, это общая человеческая технология, она существует для того, чтобы ускорить ответ сервиса. идея такая, что в какой-то момент вам приходит запрос, и ваш балансер или сервис шлет в сервис ниже запрос. А через какое-то время, может быть, сразу же, может быть, через какое-то время, в Q90 или в Q70, он шлет второй запрос, но уже в другой под этого же самого сервиса. А потом он ждет самого первого ответа, который он получит, и уже использует его дальше. То есть, по сути, таким образом вы посылаете два запроса, возможно задержка и возможно без задержки, и используете тот, который придет быстрее. Это на самом деле, даже если слать запрос в каких-то высоких квантилях, то самые высокие квантили, условно, Q99 или Q999, они значительно ускоряются за счет хеджет запросов, но, как вы, наверное, понимаете, это добавляет значительную нагрузку, на сервис, что плохо в момент, когда вы хотите выдержать как можно больше нагрузки. Что же мы сделали? Мы просто заставили сервис следить за тем, насколько он нагружен, и сообщать о своей нагрузке балансеру или сервису выше, который делает в него запросы, и балансер, если видел, что сервис уже не справляется, что в него больше не надо слать запросов, он менял процент хеджетов, которые посылаются в сервис, и, соответственно, мы получали замедление небольшое из-за этого, но значительно расширяли то, сколько RPS мы держим. И что очень важно, за счет этого в обычное время, когда у нас не потерян дата-центр, когда мы не проводим учения, мы все еще использовали хеджет-запросы и видели ускорение. Вот. Еще одна оптимизация — это быстрые неответы. Ее мы решили сделать, когда поняли, что дата-центр это очень жестокое место. По сути, вот, наверное, все вы пользуетесь облаками. Если вот зайти в облако и накликать себе сервис из там тысячи подов, в каждом поде там по 10 CPU, 100 гигабайт RAM, там какое-то количество диска, то вы как бы предполагаете, что эти выделенные поды в облаке, они абсолютно одинаковые, они держат одинаковый RPS. Но это не так. В дата-центре может очень много чего происходить, может на разных подах быть разная CPU, какие-то перегреты, в каких-то плохие диски. И из-за этого по нашим замерам какие-то поды одного и того же сервиса могут выдерживать на 20% больше нагрузки, чем другие поды. Это очень плохо, потому что вот эти 20% мы в обычном теряем, теряем, потому что сервис начинает не отвечать, когда начинают не отвечать самые слабые его поды, и в этот момент мы считаем, что вот учения закончены, мы взяли RPS, который могли взять. Что же мы сделали? Мы заставили каждый под каждого сервиса, независимо друг от друга, считать, насколько он загружен, и отправлять это балансеру, после чего балансер, когда он видел, что какой-то под уже не может отвечать, он это видел за счет того, что этот под на запрос из балансера посылал быстрый не ответ, то есть он не начинал выполнять никакой код сервиса, не начинал ничего ранжировать, ничего считать, он просто сразу же говорил, у меня не хватает ресурсов, чтобы вам ответить. И балансер это видел очень быстро и сразу же посылал запрос в другой под, который менее нагружен. И таким образом мы еще намного расширили пропускную способность нашего сервиса, и на самом деле такие технологии может себе внедрить кто угодно, и вы тоже можете их себе внедрить и посмотреть на ваши тайм-ауты, если они расставлены не супер правильно, если у вас есть хеджиды, то сделать их адаптивными, и в принципе в любой сервис, который должен выдерживать большую нагрузку, но не шардирован при этом настроить быстрые ответы. Также мы сделали кучу архитектурных изменений, очень крутых. Например, ремоут кэш. Тут немного отклонюсь, расскажу, как у нас работает поиск еще раз. Базовый поиск это крупнейшая часть поиска, там лежит весь индекс интернета, все документы, про которые мы знаем, и которые можем показать пользователю на выдаче. Он просто самый большой по количеству ресурсов сервис в поиске. Метапоиск это тоже очень большой сервис, на нем происходит самая последняя стадия рожирования, и он делает запросы в базовый поиск. И раньше все работало так, что метапоиск у себя на подах кэшировал запросы к базовому, ради того, чтобы сэкономить железо. Потому что если запросы не кэшировать, то соответственно в два раза больше РПС приходит на базовый, он требует в два раза больше железа. Но из-за этого, из-за того, что мы кэшировали запросы к базовому прямо на метапоиске, нам приходилось запросы в метапоиск шардировать. Потому что, например, на какой-то метапоиск пришел запрос котики, он сходил в базовый, и положил кэш себе на диск. А потом следующий запрос котики должен прийти уже в этот же под метапоиска, иначе мы получим кашмисс. И из-за этого, собственно, мы получали недоутилизацию ресурсов метапоиска, потому что в какой-то момент самый нагруженный под метапоиск уже не мог отвечать, и в этот момент нам нужно было либо принимать решение, что все, уже дальше мы не можем, либо слать запросы в другой под метапоиск, который тоже мог ответить, но он таким образом нагрузил бы базовый метапоиск, и, соответственно, мы бы уже начали упираться не в метапоиск, а в базовый поиск. Что же мы сделали? Мы на самом деле выполнили очень простую идею, извините, но непростую в реализации. Мы сделали отдельный сервис, который у себя на SSD хранил кэш метапоиска, и когда в метапоиск приходил запрос, он сначала ходил в ремоут кэш, проверял, есть ли кэш, если есть, то использовал его и отвечал сразу из кэша. И теперь мы могли делать запросы в метапоиск раунд-робином, соответственно, полностью нагрузить все поды и метапоиск равномерно. Что важно, вот вы, наверное, все подумали, что можно же просто было редис накрутить, который бы из памяти отвечал. Но мы когда считали железо, получилось, что очень сильно много редис требует, и гораздо проще было бы просто в метапоиск долить железо, чтобы он любую нагрузку выдерживал, чем делать отдельный сервис на редисе. Вместо этого мы сделали ремоут кэш, который отвечает с SSD, а не с памяти. Еще одна оптимизация — это умный предклассификатор. Тут расскажу сначала, что такое обычный предклассификатор. Представьте себе, что в поиск идет запрос котики. По запросу котики, очевидно, надо показать картинку котиков, иначе никак, иначе пользователи перестанут пользоваться Яндексом, если мы не будем показывать им картинки котиков. Но по каким-то другим запросам, например, YouTube, картинку показывать не обязательно. Ну и вообще много таких запросов есть. Ой. И поэтому у нас уже очень давно был предклассификатор. По сути, наши дорогие коллеги-имельщики обучили алгоритм, который брал запрос, а на выход выдавал вероятность того, что по этому запросу надо показать картинку. И я вот сейчас рассказываю про картинки, но вообще предклассификаторы, они есть для большого количества сервисов, для поиска по видео, для поиска по товарам, для рекламы. И, по сути, мы считали вероятность того, что нужно показать картинки, и если она больше, чем какое-то захардкожное число, то мы запрос посылали в поиск по картинкам, а если же оно меньше, чем это число, например, 5%, то мы не посылали запрос. Мы так очень долго жили, а потом решили, что давайте-ка мы будем эту вероятность менять адаптивно. То есть мы, например, знаем, что поиск по картинкам выдерживает какой-то N-RPS. И на самом деле мы можем, если в нас вообще в обычный поиск льется меньше, чем N-RPS, мы можем просто все запросы посылать. И если вдруг наш предклассификатор ошибся, мы за счет этого выиграем, получим отранжированные картинки, а потом уже решим, надо их посылать или нет, когда они у нас будут. А если нагрузка очень большая, то тогда нам, наоборот, надо посылать меньше запросов, и мы как раз-таки за счет умного предклассификатора выбираем самые лучшие запросы, по которым наиболее вероятно нужно показать картинки. И посылаем в поиск по картинкам только их. Вот тут на примере вы видите код, как это сделано просто для того, чтобы понять, как это работает. На самом деле, конечно, мы не складываем запросы в очередь и не сортируем их. Мы просто адаптивно меняем вот эту константу вероятности того, что нужно сходить в картинки, того, что нужно показать картинки по этому запросу, и таким образом гарантируем, что в поиск по картинкам всегда льется не больше, чем nRPS, где n это столько, сколько они могут выдержать. Еще одна крутая вещь — это перебалансировка ресурсов по кнопке. Тут идея очень простая. Мы подключили AYAG. AYAG — это инфраструкчера с код. Идея такая, что вместо того, чтобы хранить спеки своих сервисов, количество CPU, RAM, диска, сети и так далее, где-то в UI-облако, как это делают люди обычно, вместо этого мы сохраняем эти спеки в наш репозиторий. И благодаря этому мы, во-первых, можем из кода видеть эти спеки, кодом менять эти спеки и видеть историю коммитов того, как мы их поменяли. После того, как мы перешли большинством наших сервисов на инфраструкчера с код, мы просто проанализировали, сколько каждый из наших сервисов потребляет CPU. А у нас их очень много. Если там у вас три сервиса, вы можете просто вручную это сделать. Это вообще было бы не проблема. Но у нас микросервисов огромнейшее количество, сотни. Поэтому вручную не получится их проанализировать. Мы проанализировали их кодом, после чего те сервисы, в которых потребление CPU было небольшим, мы из них железо забрали и перелили в те сервисы, в которых потребление CPU было уже слишком большим, и они не могли отвечать на учениях. Вот. Еще одна вещь — это изоляция токсичных сервисов. Опять же, вернемся к облаку. В облаке вы обычно накликиваете какое-то количество ресурсов, там, например, 10 CPU, 100 гигабайт RAM на один пот, и ожидаете, что все эти ресурсы, они ваши. Никто не может на них позариться, никто не может у вас их отобрать. Но, к сожалению, это не так. Конечно же, дорогие наши коллеги из облака и дата-центра стараются очень сильно, чтобы всегда все ресурсы, которые вы себе забронировали, были ваши. Но бывает такое, что на ваш пот заселяются токсичные соседи, которые выедают все свои ресурсы и пытаются также выесть ваши. Конкретно в нашем случае это был MapReduce Cluster, про который, кстати, тут тоже были рассказы. Возможно, кто-то из вас слушал. В IT-саурус. И из-за этого поиск недополучал железо, которое было на самом деле его. Мы эту проблему решили так, что с помощью CPU Set, это такая линуксовая команда, мы заставили поиск и MapReduce Cluster аллоцироваться на разных нума-нодах, и за счет этого значительно улучшили нашу жизнь в дата-центре. Если кто не знает, нума-ноды — это такие кусочки CPU. Вот большой CPU, например, AMD, они рекламируют его как 256 ядер, но на самом деле это в нем не 256 ядер, в нем 4 нума-ноды, 4 практически отдельные CPU, которые просто находятся на одной железке. И если сервисы специально разделить по этим нума-нодам, то они будут гораздо меньше мешать друг другу. И вот так вот мы взяли наш таргет в 150% трафика, но это не все. Дальше нам надо было взять 200% трафика, расшириться еще больше. Тут я очень хочу подчеркнуть, что все те методы деградации, про которые я вам расскажу сейчас, они вам как пользователям Яндекса не видны. То есть если вы пойдете в Яндекс, ни в какой момент времени вы не увидите то, про что я вам сейчас расскажу, потому что эти оптимизации мы сделали специально для ситуации, когда одновременно к нам придет неадекватно большой трафик, гораздо больше, чем обычно, и мы потеряем дата-центр, такого еще одновременно с этим. Такого пока что не случалось, так что вы наши замечательные методы деградации никогда не видели. Сейчас я вам про них расскажу. Итак, первая штука, которую мы сделали, это платиновый тир. У нас уже раньше был. Собственно, идея такая, что базовый поиск, он очень большой, и мы разделили его на несколько тиров. Например, вот есть свежий тир, в нем лежат новости, все самые свежие документы, для которых важно быстрое обновление. И он оптимизирован под то, чтобы документы обновлять быстро. Есть платиновый тир, в нем лежат самые лучшие документы, и большой тир, в котором лежат вообще все документы. Если смотреть по количеству железа, то большой тир во много-много раз больше, чем все остальные тиры. Но если смотреть по количеству документов, которые показываются на выдаче пользователям, то на самом деле самый популярный тир – это платиновый. Просто потому, что там лежат все ваши любимые сайты – ВК, Озон, Маркет. Все, что пользователям нравится больше всего, оно лежит именно в платиновом тире. И что же мы сделали? Тут идея очень простая. Мы просто чуть-чуть железо от большого тира откололи, перелили его в платиновый тир, и за счет этого он может вообще без какой-либо деградации отвечать на все 200% трафика. И за счет этого потери качества на учениях, они минимизируются. Еще одна штука – это пошардовая деградация. Тут важный момент. Обычно люди, когда говорят, что у них сервис шардирован, они имеют в виду, что каждый запрос попадает в какой-то конкретный шард сервиса. Но в базовом поиске это не так. В базовом поиске поиск пошардирован по документам. И, соответственно, какие-то документы лежат в одном шарде, другие во втором, третий в третьем. И когда пользователь делает запрос в поиск, этот запрос летит во все шарды базового поиска. То есть на самом деле нам их все надо обойти, чтобы отдать пользователю ответ. Тут-то мы и придумали такую идею, что давайте-ка мы все-таки не во все будем ходить, какие-то пропустим. Мы это сделали так, что шард, каждый шард смотрит на свою загруженность и отправляет эту информацию в сервису выше. Примерно так же, как это было с быстрыми неответами и с скручиванием топов ранжирования. После чего сервис выше, он если видит, что какой-то шард уже слишком нагружен, то он уменьшает эту вероятность со 100% до какого-то меньшего количества процентов того, что он пойдет в этот шард. Ну и за счет этого на самом деле выдача, конечно же, ухудшается, потому что теперь пользователь может видеть не все документы, но зато мы можем выдержать гораздо больше нагрузки, ну и скорее всего по какому-то запросу релевантен не один конкретный документ, а большое количество. И пользователь просто увидит другой документ. Ну и, конечно же, как обычно, мы включаем пошардовую деградацию адаптивно. Если у нас есть ресурсы, мы ее не включаем. Если ресурсы закончили, включаем. И, как я уже сказал, мы настоящим живым пользователям такую деградацию не показываем никогда. Мы ее включаем только на учениях, только в какой-то критической ситуации. Еще одна крутая вещь – это дистилляция ML-моделей. Тут суть очень простая. Есть такой метод уменьшить размер ML-модели, уменьшить ее потребление ресурсов. Это дистилляция. В сути берется большая модель, которая уже обучена, и после этого маленькая модель обучается не просто на том же датасете, что и большая, но она обучается на выходе большой модели. То есть датасет, он обычно размечен там словно нули, единички, а потом большая модель, она уже выдает не просто нули, единички, а там какую-то вероятность. Тут в этом примере 80%, вдруг он 20%. И маленькая модель обучается уже на более чистом датасете, который ему сгенерировала большая модель. И за счет этого маленькая модель становится очень похожей на большую, хоть и немножечко хуже, но очень похожа. А потребляет при этом значительно меньше железа. И что мы сделали? Мы на все наши сервисы, кроме нашей большой модели, положили еще и маленькую, и если ресурсы на этих сервисах заканчиваются, мы адаптивно переключаемся на нашу маленькую модель, за счет чего выдерживаем еще больше РПС, как мы очень любим. Итак, мы таким образом взяли 200% трафика. Спасибо вам большое за то, что послушали меня. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей, благодарю тебя за замечательный доклад. Я теперь буду узнать, как это все работает. Я очень часто пользуюсь Гиандексом. Коллеги, не забывайте голосовать за доклад, давать обратную связь с Сергеем. Это очень важно для спикеров и для организаторов. И у нас первый вопрос. Пока не несут микрофон, вопрос из чата. Открой, пожалуйста, секрет. Вы при поиске показываете капчу, когда не справляетесь с нагрузкой? Нет. Капчу мы показываем в зависимости от того, какая вероятность того, что вы робот. Если мы считаем, что вы робот, мы вам показываем капчу. Либо если ты используешь мобильный интернет. Это одно и то же. И вопрос? Привет, Миша, одноклассники. Понравился доклад. Вот такой вопрос, если я правильно понял методику. Я здесь, что всего этого… Подними, пожалуйста. Да, вот я здесь. Алло. Привет. Вот. Вот, вижу, ты просто прямо за светом. Так, смотри. Откуда мы понимаем, что деградация по бизнес-метрикам не очень большая, если, я так понимаю, фактически АБТ-тесты не проводятся и пользователи реально этой деградации не видели? Да, отличный вопрос. То есть в теории звучит так круто, как ты говоришь. На самом деле, может быть так, что и работает сильно быстрее, но и по метрикам не так, как хотелось, а прямо плохо. Очень хороший вопрос, да. Это не очевидно. По сути, у нас есть не только онлайн-метрики. То есть онлайн-метрики – это то, что мы видим в АБ-эксперименте, когда мы показываем настоящим пользователям выдачу, но у нас есть еще и оффлайн-метрики, и они работают так, что мы генерируем какую-то выдачу, а потом мы отдаем эту выдачу асессорам. И они решают, хорошая это выдача или нет. И на самом деле наша выдача органики, то есть документов просто с обычных сайтов, ни картинок, ни видео, ни товаров, а просто обычные сайты, она во многом построена именно на оффлайн-метриках, которые нам размечают асессоры. Понял. Спасибо. И у нас следующий вопрос. Привет, Саша, Яндекс.Инфраструктура. А кроме дистилляции, модели квантизацию еще не рассматривали или не нужно было, или по качеству плохо? Возможно, будет хорошо. Спасибо за идею. Тут ребята на самом деле это делали из ML, они нам как бы сказали, что вот маленькие модели, дистилляция. Возможно, они сделали квантизацию, но я проверю обязательно. Спасибо. Ну, High Low даже объединяет коллег с Яндекс, они встречаются только здесь один раз в 20 лет. Нет, маленько, чаще. И у нас следующий вопрос. Я здесь, справа от тебя. И еще правее. Тут просто яркий свет, мы можем только слышать. Мы идем на звук. Да, без проблем. Вопрос такой. Я не совсем понял вот пример про базовый поиск и мета-поиск. Почему кэш не был прикручен просто в базовом поиске, если он уже шардированный и фактически мы могли туда завести диск и зачем нужен еще отдельный сервис и отдельно там держать кэш? Вот это я не понимаю. Смотри, потому что базовый поиск, он шардирован, и их много. То есть мета-поиск, он ходит сразу во все шарды базового поиска. И то есть в него приходит в мета-поиск один запрос, а там мета-поиск генерирует сотню. И по сути… То есть агрегированный ответ просто базового хранится в виде кэша. Да, да, да. И естественно любой запрос, он тратит какое-то количество железа, даже если ты отвечаешь из кэша. И соответственно нам бы пришлось генерировать сотню запросов или там несколько сотен и потом с каждого из сервисов ответить из кэша. Вместо того, чтобы из кэша ответить один раз. Я понял, спасибо. И у нас следующий вопрос. Да, еще такой вопрос. Вот большая работа была проделана, а все-таки что больше дало эффекта? То есть это конфигурация текущей системы, это изменение инфраструктуры в каком-то виде, или это на самом деле там кривые руки разработчиков, отключили логирование, все взлетело и на этом все закончилось? Я могу сделать ремарку, у разработчиков руки всегда прямые. Ну, на самом-то деле сложно сказать. Вот то, что я рассказывал на слайдах после того, как мы добились 150 процентов. Это то, что нам помогло сдеградировать и выдержать 200 процентов. Какие-то оптимизации, да на самом деле все по чуть-чуть дало. То есть вот оптимизация балансировки довольно много нам дали. Скручивание топов, очень сильная деградация, которая позволила именно на базовом поиске увеличить количество РПС, которое мы держим. Ну, я думаю, остальное я… Это тема для дискуссий в кулуарах. Да, очень долго дискуссий. Да, ответь, пожалуйста, на вопрос, что для вас значит 200 процентов. Это в два раза больше? Нет, это в четыре раза больше. То есть от четыре раза больше, чем наш изначальный таргет. То есть изначально у нас каждый дата-центр выдерживал 50 процентов от всего трафика. То есть всего мы выдержали… Их было два, да? Их было три. То есть, ну, потому что мы всегда готовы к тому, что один дата-центр будет потерян в какой-то момент. То есть мы выкатим что-то не то, дата-центр придется закрыть. Это происходит периодически. А если у нас два дата-центра, значит мы должны быть готовы жить на одном дата-центре и выдерживать 100 процентов. Все, понял. Да, я согласен с коллегой про руки разработчиков или у нас даже от дата-центра. И у нас последний вопрос. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. Было очень круто. Вот у меня есть вопрос про перфоратор. Очень интересный инструмент. А он как? Он все время профилирует все сервера или там раз в N секунд, K секунд профилируем? Ну, не все время. Он периодически это делает. Ну, а сколько времени он запускает сбор профиля? То есть, ну, секунды, минуты, часы? Нет, профиль снимается за несколько секунд, а делает он это раз в несколько минут. Окей, спасибо большое. И у нас еще один короткий экспресс вопрос. Да, у меня короткий вопрос по архитектуре. Ну, меня интересует кэш метапоиска. Я так понял, что метапоиск, он сначала ходит в кэш, а потом уже ходит в базу метапоиск. Не проще ли было бы занести код метапоиска в кэш и буквально из кэша ходить в базовый поиск и потом уже оттуда же отвечаете. Код метапоиска, в смысле, ты имеешь в виду код метапоиска, который делает запросы в базовый. Да. Да, такая идея была. Такая идея была, когда мы только делали ремоут кэш, но мы поняли, что это просто сложнее, значительно усложнит нам архитектуру и усложнит нам распространение ремоут кэша, потому что это сервис, который мы сначала внедрили себе в метапоиск, потом посоветовали его другим коллегам, которые тоже смогли его внедрить. А если делать запросы из него в базовый поиск, то тогда это уже будет только наш сервис, который только мы сможем использовать. Спасибо. Спасибо за вопросы. Кто не успел задать, есть зона калуаров, есть чат, его можно всегда поймать. Сергей не убежит. И тебе последний вопрос в рамках доклада от ведущего. Выбери лучший вопрос. Очень сложный. А я простые вопросы не задаю. Наверное, самый такой сложный, неочевидный вопрос был про качество. Кто задал вопрос про качество? Выйди, пожалуйста, на сцену. Спасибо за хороший вопрос. Подарок от наших партнеров от «Газпробной нефти». Ура! Спасибо вам большое. Очень рад, что вы пришли меня послушать. Вы были отличной аудиторией. Я думаю, ты через год повторишь, да? Конечно. Что-нибудь придумали. Но уже что-нибудь другое через год. А вы все-таки сделаете метапоиск над метапоиском. Метапоиск над метапоиском? Мы подумаем над этим. Спасибо за доклад. Спасибо всем, кто пришли. Спасибо всем, кто смотрит нас в прямом эфире. Спасибо. 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 Спасибо.